намастэ дорогие друзья сегодня у нас заключительный урок мы подведем итоги и сделаем заключительные асаны которые очень важны занятиях по хатха йоги я думаю что вы выполнили прошлое домашнее задание сделали халасану это позу пуга и выполнили после нее компенсацию а сегодня мы с вами пройдем медитативную асану который выполняется из положения сидя она называется падмасана йога мудра падмасана переводится как поза лотоса йога мудра это положение наших пальцев которых мы соединяем пальцы в йога мудру то есть большой указательный палец мы соединяем вместе и ставим на колени но здесь мы в этой асане так делать не будем здесь у нас получается мы будем руки уводить назад и соединять в определенное положение это асана очень полезно она позволяет нам расслабиться выйти из каких-то нервных ситуаций если у вас какое-то небольшое расстройство психики на фоне каких-то стрессовых ситуаций это асана очень хорошо влияет на вытяжение также позвоночника на раскрытие тазобедренного сустава и так как мы ее будем делать положение подмассаны то есть с позы лотоса полного у кого получится то естественно она работает с нашими коленями и с вытяжением полностью связок коленей и полностью ног кому ее не следует делать садиться полную подмассану если есть проблемы с коленями если есть проблемы со спиной какие-то серьезные если проблемы не серьезные можно наклон делать небольшой также нельзя делать асану во время беременности это основные такие противопоказания кассами сейчас мы начнем ее выполнять сначала нужно сесть в подмассану у кого получается вам нужно определиться какая у вас нога более гибкая и начать с той ноги я начинаю обычно с левой ноги и завожу ее на бедро и правую ногу я ставлю сверху это получается поза полного лотоса если колено которое вы подняли ногу последний не совсем опускается пока ничего страшного если у вас не получается полный лотос ногу опустите и заведите под то колено которым у вас находится одна нога в полу лотосе то есть если вы левую ногу завели в полу лотос в подмассану то левое колено опускается на правую стопу чтобы его поддерживать если же вам и так сложно сидеть то просто скрестите ноги в обычное положение в такое или как эта позиция еще называется по-турецки просто я сейчас буду выполнять асану с полного лотоса то есть буду заводить полностью ноги руки мы уводим назад здесь мы получается скрещиваем большие пальцы ладонь ставим друг ладонь ставим на ладонь левая рука находится снизу правая сверху делаем вдох полностью вытягиваемся и с выдохом мы опускаемся вниз здесь если получается опускаем полностью об на коврик если не получается опускаемся на то расстояние на которое вам комфортно дышим спокойно естественно и сна вдохом поднимаемся плавно опускаем ноги асану держим где-то 20-30 секунд насколько вам комфортно чтобы не затекли ноги чтобы вам нормально было в ней сидеть это эту асану мы выполняем один раз обычно в конце практики сегодня я вам дам дыхательную практику с пропорцией для этого нам нужно будет соединить пальцы йога мудру большой указательный палец соединить дыхание с пропорцией мы на четыре счета делаем вдох про себя мы считаем четыре раза и выдох мы делаем на восемь счетов то есть вдох один два три четыре выдох один два три четыре пять шесть семь восемь если вам будет тяжело делать эту пропорцию то можно ее заменить на пропорцию 36 то есть на три счета вдох на 6 счетов выдох каждый выбирает свою пропорцию бывает даже что человеку в принципе маловато 4 на 8 можно выбрать 5 на 10 то есть 5 счетов вдох 10 счетов выдох и со временем ее увеличивать выберите для себя комфортное дыхание вытяните спину макушкой вверх потянулись пальцы я на мудре еще раз объясню что это большой указательный палец соединяется вместе руки ставятся на колени локти выпрямляют в дыхательных практиках нужно закрывать класса и попробовать продышать закрываем глаза делаем вдох и выдох на восемь счетов вдох один два три четыре выдох один два три четыре пять шесть семь восемь вдох один два три четыре выдох один два три четыре пять шесть семь восемь хорошо это дыхание нужно будет сделать где-то около минуты то есть вы садитесь медитативное положение руки в тхьяна мудре и дышите в течение минуты дыханием с пропорцией после этого вы не открываете глаза и просто дышите спокойным дыханием вашим естественным дыханием просто делаете вдох выдох после этого глаза не открываем соединяем ладони вместе трем ладони друг об друга при этом все время глаза закрыты ложим разогретые ладони на глаза медленно открываем глаза и опускаем руки вниз хорошо на сегодня получается наши новые упражнения закончены чтобы я хотела сказать если вы хотите делать полностью все занятия вы можете начинать с первого урока то есть сурья намаскар делать ее 7 или 14 кругов и продолжать каждый урок прям после сурья намаскар добавлять асаны которые мы проходили до вот этого последнего урока и у вас выйдет полный полноценный урок то есть вы сделаете полное примерно часовое занятие может быть где-то час 15 вас это займет то есть будет намного эффективнее если вы занимаетесь полностью по всей этой программе и выполните все домашние задания а на сегодня у нас домашнее задание сделайте пожалуйста подмасану йога мудру а также дыхание с пропорцией 4 на 8 или в том ритме в котором вам комфортно и хотела бы сказать что йога это не религия как думают многие йога это наука об изучении личности человека а его развитие его развитие физическом духовном развитие ума йога она предназначена для того чтобы привести наш ум и тело в порядок чтобы они были единым целым так как если ум и тело не в порядке но то есть в уме постоянные какие-то мысли тело нездорово то естественно человек будет себя чувствовать не очень хорошо а йога помогает в том чтобы привести к балансу и тело и наш разум с вами все эти 12 уроков была я таслима ваш инструктор по традиционной классической хатха йоги желаю вам всего доброго здоровья всего наилучшего продуктивной и хорошей практики на мосты и и